Кто перешел войну, тот не захочет войны. Я бы мог и другую профессию получить, стать бы инженером, может быть, ученым. Но война меня заставила с девятого класса идти воевать. Я вот смотрю на этот танк, это страшно было. Для меня, как для военного человека, танк – это символ агрессии, который может давить людей. Около 30 миллионов человек населения Советского Союза потеряли. Это люди погибли ради того, чтобы победить фашизм, ради того, чтобы наше поколение после них жило. Правильно включили эту конституцию, что мы не хочем войны, мы хочем мирной жизни. Мы не собираемся ни на кого, Беларусь, нападать. Мы мирная страна. Но вместе с тем порох должен быть сухим. Наши вооруженные силы подготовлены и готовы дать достойный отпор любому врагу. Если на нас нападут. Но мы, мирная страна, нам это не нужно. Вместе мы сила. Если мы выдержим все вот эти натиски, то Беларусь будет процветать. У нас все есть, необходимое для того, чтобы жизнь нормальная, лишь бы нам не мешали. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Всех зрителей Бук-ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. В студии Ирина Левчук. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Подведены итоги и определены победители масштабного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Людмила Логодич об обладателях престижной награды в представителях Брещена. Диалог как возможность очертить свои позиции и определить дальнейшие шаги для совместной работы. В областном центре прошла встреча губернатора региона Юрия Шулейко с генеральным консулом России в городе Бресте Олегом Мурашевым. Взаимоотношения с городом-спутником приобретают более конкретную и предметную плоскость. В горосполкоме руководители Бреста и Жабинки встретились с молодыми лидерами регионов. Общение получилось открытым и взаимоэффективным. Встретить вторую половинку раз и навсегда – это судьба или долгий, кропотливый совместный труд? Секреты семейного долголетия от бриллиантовых юбиляров Брещен Геннадия и Людмилы Ветренковых. Об этих событиях и не только о них мы расскажем прямо сейчас в программе «Итоги недели». Начиная с 2002 года по совместной инициативе госстандарта, областных исполнительных комитетов и Минкурасполкома в нашей стране проводится масштабный конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь». Победить непросто, ведь конкурсанты со всех уголков Беларуси представляют самую качественную продукцию и лучшие услуги. Тем не менее, уже традиционно в списке обладателей престижной награды немало представителей Брестского региона. В юбилейный 20-й раз подведены итоги и определены победители 2021 года. Все подробности прямо сейчас. Тему продолжит Людмила Логодич. «Савушкин продукт – визитная карточка Беларуси» входит в топ-3 лидеров молочной отрасли стран СНГ. На счету компании более 700 международных и республиканских наград, среди которых самое главное – искренняя любовь потребителя. Сегодня копилка достижений пополнилась очередными наградами. Государственным комитетом по стандартизации и сертификации Республики Беларусь продукция компании «Савушкин продукт» признана лучшей в молочной отрасли страны. Продукция, имеющая стабильно высокое качество. Победителями конкурса «Лучшие товары» Республики Беларусь стали также йогурт «Теус», творожные сыры «Свежая» и творожные глазированные сырки компании. Наталья, что Вы чувствуете, получая очередную награду, и что, на Ваш взгляд, является основным критерием успеха для Вашей компании? Получать высокие награды всегда торжественно, приятно и волнительно, ведь из каждой из этих наград стоит огромный ежедневный труд всего нашего коллектива и каждого сотрудника в отдельности. Ежедневно перед нами стоит главная задача – это производство натуральной продукции без искусственных наполнителей и консервантов. Продукции, которые любят и ждут наши потребители, лучше и по вкусу, и по качеству. И когда люди говорят нам спасибо за нашу работу, ежедневно покупая нашу продукцию, это и есть критерий нашего успеха. Еще один победитель конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» крупнейшего СНГ-предприятия по производству кухонных плит – «Брестгазоаппарат». Начиная с 1951 года, продукция, выпускаемая под торговой маркой «Гефест», служит миллионам благодарных пользователей. Залог высокого качества – труд высококлассных профессионалов, которые трудятся на производстве несколько десятилетий. Среди них и слесарь механосборочных работ Антонина Белевич, работа которой доведена до автоматизма. Доложим по очереди. Вначале противень, потом жаровня, потом это обворачиваем, вставляем, и решеточка идет сверху. Потом берем дистанционные прокладочки и устанавливаем на панораму. И отправляем дальше по линии. С 1958 года с конвейера предприятия сошло более 30 миллионов единиц продукции. И сегодня 80% от ее объема уходит на экспорт, что свидетельствует о высоком качестве техники и доверии самых разносторонних покупателей. Продукция торговой марки «Гефест» широко известна на рынках многих стран. Качеству выпускаемой продукции уделяется довольно большое внимание, и поэтому оно стабильно и находится на высоком уровне. Это подтверждено соответствующими сертификатами как Таможенного союза, так и Европейского союза. Наша продукция ежегодно является лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинациях «Лучшие в отрасли, лучшие в регионе и стабильное качество». Предприятие удостоено премии правительства Республики Беларусь и премии Брестского областного исполнительного комитета за особое достижение в области качества. На протяжении многих лет предприятия Брестской области широко представляют наш регион и становятся лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Победа в нём не только повышает престиж, но также даёт право размещения логотипа конкурса на товарах, документации и рекламных материалах в течение двух лет. Так, в юбилейный 2022 год в 20-й раз лауреатами признано 260 товаров, выпускаемых 148 организациями страны. Из них 57 товаров от 37 организаций Брестской области. «Республиканские конкурсы в области качества проводятся для продвижения современных форм и методов менеджмента качества, соответствующих международным стандартам, также продвижения инноваций и способствующих выпуску конкурентоспособной продукции. Республиканские конкурсы в области качества проводятся ежегодно с 2002 года. И они созданы были совместно с госстандартом и областными исполнительными комитетами, а также Мингорсполкома». Участие и победа в республиканских конкурсах в области качества дают предприятиям большие преимущества. Это дополнительное информирование потребителей о качественных товарах и услугах и продвижение продукции на внутренней и международной рынке, а также признание лидерства со стороны бизнес-сообщества. В этот раз в списке победителей предприятия «Савушкин продукт», «Брест газоаппарат», «Брестки ликера», «Водочный завод Белалка», «Брестское мороженое», «Берестейский пекарь», «Брестоблгаз» и другие. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович и Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о том, что волнует, о том, что происходит, о том, что актуально для каждого. Накануне в областном исполнительном комитете состоялась встреча губернатора региона Юрия Шулейко с генеральным консулом России в городе Бресте Олегом Мурышевым. Посыл открытого разговора знакомства, а также определение приоритетных позиций, которые могли бы стать основой дальнейших проектов. Кроме того, этот диалог станет почвой для формирования тем будущей встречи руководства региона с послом России в Беларуси. Все подробности прямо сейчас. Встреча губернатора региона Юрия Шулейко с генеральным консулом России в городе Бресте Олегом Мурышевым получилась достаточно конкретной и предметной. Участие в диалоге также принял председатель горосполкома Александр Рогачук. Открывая мероприятие, руководитель области отметил, что ему весьма важно быть лично знакомым с представителями дипломатических миссий. Это позволяет решать многие насущные вопросы более оперативно и эффективно. Брестская область осуществляет внешнеторговое сотрудничество с семью-десятью семью регионами Российской Федерации. Но есть что предложить и потенциальным новым партнерам. Торгово-экономические отношения у нас, наверное, абсолютно понятные, прозрачные. Брестская область – это держава мяса, молока, продуктов питания объективно. Остальных элементов, то, что мы сегодня поставляем, различные виды продукции, машиностроение, непосредственно текстильное, швейное развитие, у нас многофункциональное направление непосредственно. В свою очередь Олег Мурашев поблагодарил губернатора за то, что появилась такая возможность для личного общения. Тем более, что этот диалог предваряет работу по подготовке девятого форума регионов. Уже фактически началась подготовка к девятому форуму регионов России и Белоруссии, который в этом году запланирован к проведению в городе Гродно в июне месяце. Поэтому, конечно, я смотрю с оптимизмом на развитие этих межрегиональных связей, тем более, что потенциал Республики Беларусь, предприятий знаковых, достаточно высокий. Брестская область в 2021 году нарастила экспорт регионы России на 17%, и это взаимодействие, причем в обоюдном формате, будет продолжено. Кроме того, генерального консула заинтересовала идея участия оркестров России в Большом параде, который запланирован на 2023 год. В этом направлении он также приложит максимум усилий. Идея очень хорошая, и я ее поддержал, и мы будем делать все возможное, чтобы как можно больше оркестров из Российской Федерации приехали в Брест и приняли участие в этом знаменательном событии и фестивале. Начало большому общению положено. В перспективе оно должно воплотиться в реализацию совместных, важных и актуальных проектов в различных сферах. И еще об одном диалоге, который прошел в Брестском горосполкоме. Взаимоотношения с городами-спутниками приобретают более конкретную и предметную плоскость. Эта фраза стала лейтмотивом большого мероприятия, которое накануне принимали города Брест и Жабенко. Здесь состоялся молодежный диалог. Предвосхитила работу дискуссионной площадки большая экскурсия. Молодые люди из Бреста посетили мемориальный комплекс Дремлева, а их коллеги из города-спутника ознакомились с достопримечательностями областного центра и музеем истории. Кульминационным моментом встречи стало общение в стенах городского исполнительного комитета. Какой главный эффект от таких диалоговых площадок и что дальше? Ответы на эти и другие вопросы в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Большой зал городского исполнительного комитета принимал участников открытого диалога. Общение действительно получилось открытым, доступным, наболевшим. О том, что волнует и молодежь, и представители вертикали власти. Одной из центральных тем стали мероприятия в рамках проведения республиканского референдума. Так как молодые люди – участники встреч, лидеры мнений в своих коллективах, на них сейчас лежит ответственность по привлечению сверстников к главному политическому событию. И это только один из примеров. Диалог двух городов должен быть равноправным и взаимоэффективным. Да, здесь в этом процессе нет понятия, что Брест – это донор, а Жабинка – это, как выражаясь медицинским языком, реципиент. Здесь, наверное, абсолютно взаимовыгодное сотрудничество и взаимовыгодные интересы. Это позволяет нам решать те же жилищные вопросы рядышком с городом. Это позволяет нам ориентироваться на рынок труда с движением из Жабинки в Брест и возможность Бреста в Жабинку. Это все взаимовыгодно, и это мероприятие я позиционирую в том числе в этом ракурсе. Не остались без внимания и новые совместные проекты. Так, одно из предложений – участие ребят из Жабинки в несении вахты памяти у вечного огня Брестской крепости. Эта особая традиция живет в городе над Богом уже более полувека. И для юношей и девушек из города Спутника это стало бы отличным приобщением к патриотической работе, которая ведется в областном центре. Реально школьники Жабинки – пост памяти в Брестской крепости. Поверьте, что в этой ситуации это настолько выигрышная для нас, для вас, для молодежи Жабинки тема. И мы тоже заинтересованы в том, чтобы это не было сугубо локальным городским проектом. Это просто супер тема. Первым практическим шагом в установлении сотрудничества стал маршрут номер 77, который по стоимости внутригородского сообщения связал Брест и Жабинку. Следующим этапом стало строительство в городе Спутники жилья для брещан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И дальше – больше. По мнению всех участников встречи, развитие этого диалога – это следование тенденциям времени. Учащиеся Бреста побывают в нашей школе Жабинковского района, посмотрят, как происходит вообще образовательный процесс. Поэтому, я думаю, и здесь поработаем. Что касается культурной сферы, здесь у нас уже, в принципе, достаточно налажено. Наши коллективы уже совместно участвуют во многих проектах. Здесь мы видим, в принципе, уже есть прорыв. Что касается экономического блока, конечно, в ближайшее время с Александром Павловичем будем прорабатывать ряд наших интересных инвестиционных проектов, в том числе строительство тонхаусов на территории Жабинковского района. Также может посмотреть в транспортной логистике. Развитие спортивных секций, организация музыкальных фестивалей и досуговых площадок, совершенствование подходов к формированию плана по молодежной деятельности. Список озвученных в рамках открытого диалога тем был действительно немалым. Это живое общение, реальное подтверждение того, что двум сторонам интересно видение молодых. От них ждут новых идей, новых планов и перспективных начинаний. Мы хотим как раз-таки развивать межпарламентскую молодежную деятельность также. Вне всякого сомнения, это важно, это необходимо. И как раз-таки вот эта площадка, она и послужит той базой для развития дальнейших молодежных инициатив, как между Жабинкой и Брестом, так и в целом, как мне кажется, на областном и, быть может, на республиканском уровне. Я думаю, что должны быть какие-то идеи, которые можно воплотить между нашими, нашей молодежью и молодежью Жабинки. У нас, ну, мы предложили достаточно много всего и надеемся, что в скором времени это все реализуется. Около двух часов открытого диалога прошли на одном дыхании. А это значит, что будут еще подобные встречи, так как потребность в них очевидна. В эфире программы «Итоги недели» мы продолжаем. Бриллиантовая свадьба. Удивительный юбилей. Это любовь. Любовь длиною в 60 лет. Наверное, каждая пара, вступившая в брак, мечтает дожить до того дня, когда сможет отметить такую годовщину. И если это случилось, праздник, без сомнения, получается самым торжественным. Так и произошло 11 февраля 2022 года. Супруги Ветрениковы прожили вместе 60 лет. И сегодня со стопроцентной уверенностью говорят, что браки совершаются на небесах. Их жизнь тому подтверждение. Накануне Всемирного дня брака и ставшего в последние десятилетия популярным Дня всех влюбленных, наш корреспондент Анастасия Мелешкевич отправилась в гости к бриллиантовым молодоженам. И узнала, в чем же все-таки секрет счастливой супружеской жизни. Ах, это свадьба бриллиантовая. Очень серьезный жених и ослепительно молодая в своем элегантном возрасте красавица-жена. Это они, супруги Ветрениковы, празднуют счастливейшую дату. Спустя 60 лет совместной жизни, с теми же чувствами и эмоциями, медленной и уверенной походкой, они выходят под свадебный марш Мендельсона. Неслучайно в народе эту дату называют бриллиантовой. Ведь этот сверкающий камень требует усердной огранки, чтобы превратиться в драгоценность, стоящую целого состояния. Брак тоже требует много времени, сил и терпения, чтобы стать по-настоящему крепким и ценным. У Геннадия и Людмилы Ветрениковых хватило мудрости и любви, сопереживания и верности, чтобы выстоять и противостоять любым испытаниям на прочность. Потому и уверенно ставят они свои подписи под новым свидетельством о браке с 60-летней историей. В торжественном зале для регистрации браков буквально каждый месяц рождаются сотни новых ячеек обществом. Но гости с таким завидным и внушительным стажем семейной жизни редкие. Геннадий Семенович и Людмила Васильевна первый раз в ЗАГС пришли в далеком 1962 году по большой любви, которую не назовешь с первого взгляда, ведь познакомились случайно, но не без помощи родственников. В окно стук. Ну стучат еще пацаны балуются. Второй уже тревожная, а третий уже тревожный такой стук. Ну я уже тут беру дрын и пошел я уже, но я вышел, а я уже задержался почти на два года у меня задержка, отрабатывал окончание технического, такой порядок, техническое училище кончит два года отработки, а потом идешь куда хочешь. Ну разогнала их, завел этих семей брата, говорю давай приглашай чего-то. Все, ну соседку я знал, Альку, а эту-то я первый раз увидел. Вот и все. Вот так Геннадий Семенович и нашел свою спутницу, которая уже 60 лет идет рядом по жизни. По жизни, в которой было все. Как говорят, жизнь прожить не поле перейти. Ведь с военным человеком, тем более военным морского флота, коим и был Геннадий Семенович, Людмиле Васильевне пришлось и поездить по всей стране, и детей растить самостоятельно, и ждать. Но никакие обстоятельства не смогли нарушить счастливую жизнь. И сегодня бриллиантовая пара гордится, что у них есть свои воспоминания, свои традиции, чем и радуют супруги, своих детей, внуков и правнуков. Одна из семейных традиций перед вами – юбилеи круглые отмечать в официальных органах. У нас 25, мы отмечали, что на Гоголе было 50. Ну и уже раз так сделали, мы не планировали, но это у нас сыновечка под тех воду. Так в чем же секрет семейного счастья супругов Ветрениковых? Универсального ответа на этот вопрос у юбиляров нет. Но ответ кроется в каждом взгляде. Прикосновение рук, улыбках – это любовь. А еще по секрету, говорит Людмила Васильевна, умение прощать. И редкое качество – молчание. Когда понимаешь, что супруг разошелся не на шутку, вот и все. При любом скандале, в любом скандале, расставании или там что, задай себе вопрос. В чем я не прав? При любом. Если ты сумеешь ответить себе на этот вопрос, то есть ты должен у себя внутри покопаться. Тот не прав, ты обвинять можешь как угодно, но сначала покопайся в себе. А я считаю, что надо уметь прощать. Прощать. Не умеешь прощать. И как, вот сейчас, вот любовь, любовь, любовь. Любить – это надо отдавать, но не брать. Отдавать. Потому что жертва это. Хочешь, не хочешь – надо. Больная, не больная. Есть приготовить надо обязательно, особенно при любом скандале. Надо еще лучше приготовить. Задобрить. Когда хорошо, то и так хорошо. В кино пойдем, можно не обедать. Но когда порога уже, надо обязательно обедать, чтобы был вкусный, хороший. Пройдены годы, пусть не всегда легкого, но достойного пути семейной жизни. С честью выдержан экзамен названия отца и матери, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Супруги вырастили и дочь и сына, радуются четырем внукам и семи правнукам. В глазах детей они идеальная пара, не только потому, что свои, родные, а потому, что родители так жили, что стали примером. Они умели терпеть, молчать, просто не нравоучением заниматься, а принимать мою точку зрения практически во всем. Потом я знаю, как, когда занимался спортом, у меня родители волновались очень сильно, потому что было разное. Ну, вот за это я благодарен родителям. Я равняюсь на маму, потому что она всегда всё принимает спокойно, даже отношение к жизни, всё надо воспринимать спокойно. Ну, не говоря уже про быт, много чему тоже, как бы, я научилась, пришла в их семью. Ну, никогда нас, да, ну, меня лично не учили, не ругали. На многое, может быть, закрывалось глаза, если вдруг что-то я, ну, может быть, что-то не так делала. Ну, приняли как родную. Вообще, как бы, да, не знаю, ну, во всём хотелось бы быть похожими. Они нам только помогают, никогда нас не учат, никакими, да, нравоучениями, никогда в нашу жизнь не лезут, всегда только поддерживают. Ну, за всё благодарны. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович специально для программы «Итоги недели». Его нередко называли «человеком, остановившим время». В его биографии до сих пор немало страниц, свет на которые только начинают проливать историки-искусствоведы. Художник, пианист, писатель, композитор, педагог – всё это о нашем земляке Наполеоне Орде. В феврале 2022 исполняется 215 лет со дня рождения выдающегося человека, знаковой личности. Эту дату решили отметить в средней школе номер 20 областного центра. Здесь прошла научно-практическая конференция по местам акварелей Наполеона Орды. С организаторами и участниками мероприятия выступили представители Национальной библиотеки Беларуси, Центральной городской библиотеки имени Пушкина, а также представители тематического музея с малой родины автора. Перелеснула страница биографии и творчества Наполеона Орды и наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая. Имя Наполеона Орды вписано золотыми буквами в летопись Беларуси. Удивительный мастер, тонкий психолог и просто человек с большой буквы всегда жил тем, что творил и создавал для других. Большой образовательный проект объединил на одной площадке школьников, педагогов, историков, искусствоведов, хранителей самых больших фондов произведений искусства, чтобы поддержать актуальную для Брещина историческую тему, а также вспомнить тех сынов нашей родины, чья слава продолжает звучать на протяжении столетий. Это мне подается вельми важная махчимость поглядеть на наши корани, на историчную память нашего народа, звернуть увагу на досягнение попередников и подумать, чем это спадшина и это досягнение могут быть каштовные нам сегодня для нашего национального государственного строительства, для умацевания патриотизма, для, может быть, пошуку шляхов дальнейшего развития на будущее. Дякую Богу, в фондах Национальной библиотеки Беларуси заховалися вельми цикавые оригинальные гравюры этого мастера в великой колькости, это больше 300 аркушов судовных праций еще 19-го года, и есть его прожитевые книжные видания, его граматика музыки, граматика лингвистичных твор, таки молны. Знаковость данной культуры белорусской, что он бесконечно любил свой край, бесконечно был заинтересован вообще жизнью, и все, чего касались его руки, его голова, его сердце, оно сегодня составляет людскую память. Оно осталось в памяти сегодня 215 день с дня его рождения, он прожил 76 лет, и его память людская о нем уже почти в три раза пережила его мирскую жизнь, 76 лет. Значит, человек сделал очень-очень много. Научно-практическая конференция по местам акварелей Наполеона Орды стала очередной знаковой инициативой в честь известного белоруса. Так получилось, что достаточно долго его имя не было столь известно. Большинство изданий о ее творчестве появились лишь во второй половине 20-го столетия. Самые яркие и интересные книги и брошюры пошли в тематическую экспозицию, подготовленную сотрудниками Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Материала написано о Наполеоне Орде достаточно, но хочется сказать, что обратились к его творчеству не так уж и давно, примерно 50 лет назад, только в 70-е годы стали в периодических изданиях появляться первые публикации. О Наполеоне Орде также есть и открытки, и брошюры, и художественные произведения. Проект в таком широком формате бесспорно станет поводом для дальнейших научных изысканий. Тем более, что в нем смогли принять участие и юные краеведы-исследователи. Они-то и продолжат большую деятельность по изучению творческого наследия Наполеона Орды. Тем для открытий в нем еще очень и очень много. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович. Итоги недели. А в завершение выпуска позитивный, релаксирующий сюжет для любителей мурчащих питомцев. Племенной смотр породистых кошек 12 и 13 февраля проходит в Бресте в кинотеатре «Беларусь». Программа двудневного мероприятия насыщена и разнообразна. Она включает не только представление редких пород кошек, но также конкурс костюмов и аквагрим. Зрители смогут увидеть монопородные ринги, а также проголосовать за лучшую на их взгляд кошку. Конкурсы, игры, викторины и масса других развлечений ждет каждого посетителя. Ну а в центре внимания лучшие представители хвостатых полосатых. На конкурсе кошачьей красоты побывала и наша съемочная группа. «Нам на экспертизу пришла молодая британская кошечка. Мы обычно привыкли видеть всегда британцев голубыми, черными, солидными. А здесь у нас красивая черепаховая девочка. Окрас голубокремовый с белым. Мы видим, как красиво перемежевывается голубой, вот такой светлый, кремовый и белый. Очень хорошее, компактное тело, как и положено британской кошки, красивый в пропорции к телу хвост. Посмотрите, какая красивая, очаровательная круглая голова, маленькие ушки. В таком возрасте отличные медные глаза, что очень приятно видеть на судейском столе. Это вот такой замечательный темперамент». В соответствии с стандартам породы чистый блестящий мех, правильно стриженные когти и ясные глаза – это лишь малая часть критериев, по которым оценивают кошек на племенном смотре. Здесь собрались лучшие представители кошачьей элиты, а как еще мог отметить свой юбилей известный клуб «Элит Киз», которому в этом году исполнилось 30 лет. «Обычно мы проводим выставки вот уже 30 лет, два раза в год. Традиционно у нас осенняя и весенняя выставка, и так на протяжении 30 лет. Но весь прошлый год из-за такой эпидемиологической ситуации, к сожалению, мы их не проводили. И поэтому сегодня я хочу просто от всей души, от всего нашего клуба поблагодарить Центр гигиены и эпидемиологии за то, что нам разрешили провести эту выставку, отметить наш юбилей 30 лет. Я безумно благодарна горосполкому, облсполкому, потому что все эти три организации нам оказали большую помощь». Это не только праздник и кошачий конкурс красоты, но и настоящее соревнование, которому предшествует тщательная подготовка. Для каждого хозяина свой питомец уже победитель и самый лучший. «Этого кота зовут Атилла Атлан, он у нас уже больше трех лет и основной производитель в нашем питомнике». «Колько он весит?» «Ой, 14 килограмм». «Это Азамат его зовут, ему один год, шотландская длинношерстная Хайленд, он в окрасе НО11 золотой. Очень добрый, умный кот, у него темперамент очень спокойный, любит деток. У нас в семье трое детей и благодаря им мы решили завести вот эту породу». «26 декабря нам наша мамочка подарила вот таких 7 котят. Полтора месяца им сейчас, но все разные. Мамочка у нас Таби, Челси, ей 5 лет, и это второй уже помет по 7 котят». «Хочу вам представить кошек редкой элитной породы. У нас в Бресте немного таких, и вообще в Белоруссии немного Деван Рекс. Главная особенность этой кошки то, что у них шерсть имеет вот такую волнистую структуру, как барашек, как ягненок новорожденный». «Маякуну вообще два с половиной года, живет он у нас два года два месяца, весит он 9 килограмм. Характер у него дружелюбный, но любит стоять на своем». Все участники в обязательном порядке получают вердикт от строгих экспертов. В их оценках немалую роль играет не только экстерьер, но и умение подать себя. Поведение – один из критериев. За укус конкурсанта ждет дисквалификация. «У нас на экспертизе представитель достаточно редкой вообще и в СНГ, и вообще в мире породы – это Болинез Вар. То есть для Болинезов характерна полудлинношерстная шерсть, а Вар – это результат вязки сиамской кошки и Болинеза. Прекрасное, роскошное животное. Посмотрите, вот так они растягиваются. Длинная, мускулистая, элегантная кошка с роскошными совершенно глазами, я тебе не перекричу, с прекрасным профилем и замечательным темпераментом. Я чужой человек и замечательно ее держу. Она возмущается, но терпит. Это очень темпераментные животные, очень привязаны к человеку. То есть тому, кто хочет настоящего друга, очень рекомендуют». Болинезы и мейнкуны, экзоты, курильские бобтелы, персы и бенгалы. И не только, а всего 79 участников сражаются за 15 призовых мест. Титул – это статус, за который стоит побороться, ведь от него зависит и немалая стоимость будущих котят. А над этим позитивным сюжетом для вас работали Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Телекомпания БУК-ТВ желает всем хороших выходных и продуктивной рабочей недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Это наш дом. Наша семья. Наша страна. Здесь нам растить детей, учиться, работать. Защищать родину. Страна победитель. Где люди – главное богатство. Где от каждого зависит наше общее будущее. Соберемся. Обсудим. Решим. Сделаем. Вместе.